Идет, да? Вот. Скажи, Миш, как фамилия у Маруси из песни «Мута»? Клима. Правильно, вот здесь. Так, давай, начинаем с вас. Молодец. То есть мы сразу, сразу уже мысленно образы формы будущего звука рождаем в своем сознании, да? И воплощаем материальную структуру в виде вибрационных процессов, которые происходят вот именно в звуковой форме. Так или не так? Больше соединений. Вот именно вот. Между нотами связь, вот связь между звуками. Сигма-связь и Пи-связь. Что вот это такое? Это в атоме. Да. Вот здесь вот у нас... В ядре полного электрона. Ага. И какая связь между слоями? Какая связь там? Да. Там, вон, два электроны до первого слоя, они всегда Пи-связь. Так. Я уже не помню точно что-то. Вот. Ну, там... Ну, ладно, не будем давать... Тяжеленная там вещь. Но! Вот здесь происходит та же история, понимаешь? Угу. Между нотами только. Там между, как ты уже сказал, атомами, так? Ну, между ведром и электронами, по-моему. Внутри атома, а здесь внутри музыкальные структуры, да? Угу. Вот это надо делать, чтобы ты совершенствовал, то начало фонации было с призвуками, с посторонними звуками. Сейчас звук выпущен. Да. Вот как телефон сейчас вульк там, что-то ты должен вот там... Угу. А ну сразу... Угу. Вот четко. Понимаешь? Чтобы сразу рождал уже совершенный звук. Угу. То есть начало фонации, потом раскрытие музыкальной формы, и завершение. Завершение фразы. То есть начать правильно, раскрыть, завершить. Это не идеально, не идеально. Давайте лучше можно. Понимаешь, я говорил упражнение? Делай. И кстати, я говорил с твердой атакой в основном. То есть рот. Теперь делай различные формы атаки. Мягко вступай, но точно, да? Твердо, по-разному. Хорошо? То есть не только твердо, но и мягко восприняй. Небольшое расщепление такое делать. Расслоение. Понимаешь, да? Вот. Потом, в общем, все виды атаки сейчас дома тренировать. Вот это да, можно дать рот открывать. Кстати, проверим, как ты у нас сейчас открываешь рот. Что общего у вокалиста с львом? Ну, понятно. Вот это когда львиная пасть, да, отрывает лев рот уже, не будет там церемониться, правильно? Так и вокалист должен... Ну, в данном случае мы пока закрытым звуком, понятно. В ближайшее движение. Вперед. Пойми, когда я тебе говорил, что можно петь в быстром темпе и тормозить, а можно в медленном быть динамичным. Понимаешь, что я имею ввиду? То есть внутри, вне зависимости от темпа произнения, сама нота в постоянном движении, в постоянной динамике находится. Звук идет на опережение дыхания, вот это ты как бы отражай дыханием звука, но он никогда не останавливается. Не холодно пока, Миш? Не, нормально. Если будет холодно, то циркуляция, я немножко... Да, на улице вы холоднее. Ну, на улице, да. Так. 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 Такую мне, пожалуйста, форму. Звук. 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 Обратите внимание, когда ты сейчас сверху вниз поем, как ты сразу на верхнюю ноту как нацеливаешься, да? А когда ты к ней подходишь снизу, ты уже как бы размягчаешься. И внимание уже такое на ноте нет, на ноте уже нет такого внимания. И ты как бы не особо церемонишься с ней, взял и как взял, так и взял, правильно? Прежде всего, да? Угу. Вот. Нужно ноту раскрыть в верхнюю. Вот. В верхнюю ноту всегда в произведениях и в упражнениях как бы является ключевой, основной, кульминационной. Парень. Важнейший, главный-то есть. Парень. 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 Парень, так и обычный. Парень. Парень не думают, что это. Давай просто потянем, сейчас открытым рот открываем И тянем нотку Молодец Хорошо Продолжаем, дай гладкий сейчас Ай-оу 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 Ну такой тигр фигматичный Давай-ка еще актилим Ай-оу 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 Так кто не точно в ноту попал. Что такое? Отрабатывать атаку с разных нот дома. Тренировать разные виды атаки. Твердая, мягкая, притихательная. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 а не то а лента протяжно это вообще очень медленно понимаешь это модерат вот и так ну потому что дыхание попробуйте наберись длительности иначе с дыханием у нас будет очень проблематично да медленнее как бы не надо это лучше но лучше вот дай сейчас еще более уверенно сейчас вот это вот вот и считаем дальше так все это на кончатая да могу на голове да я могу пояснать ну ты давай все там считай АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, Дальше. АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ. Где хочу, там и беру, да? Ну извините. Потому что, видишь, оно трудное, оно вот это вот и есть. Нужно рассчитать такое взаимодействие расхода и количество потребления и расхода дыхания, чтобы это настолько оптимизировать, чтобы его хватало на это произведение. Так, считаем, там галушки стоят, да? Где дыхание происходит? Стоят. Вот так заберешь. Желательно. Так вот. Где? АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ. АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АВЕ МАРИЯ, АОВЕ МАРИЯ. Вот, чё ты так запнулся? Не знаю, так получилось. Дайте чётко без запилочек мне ещё раз. Три, четыре. Так, ну здесь. Готов? Да. Раз, два, три, четыре. Дыхание не взял и спаси, выжимаешь там из себя, да? Результат такой, что все потерял и ритм, еще и слова, и вообще все начал терять, понимаешь? Возьми дыхание где положено, как следует. Три, четыре. АВЕМАРИЯ Вздох! АВЕМАРИЯ А вздох-то был? Да. Смотри, вот это ВЕМАРИЯ, и там не ритмично. ВЕМАРИЯ Видишь? ВЕМАРИЯ Она как ВЕ длится раз и два и три, понимаешь? Да. А это четыре и МА Раз и два и три и четыре, раз и два и три и четыре, раз и два и три и четыре, понимаешь, да? Да. Давай. АВЕМАРИЯ Откуда? АВЕ4 АВЕМАРИЯ Так это не цыганские, не цыганские? АВЕМАРИЯ Четкий, да? Так, давай, цыганский эти заканчивай фортаментом, переходи на академическую манеру. Так, дай сначала прям вот это все будем учить. Три, четыре. Хорошо, с ритмом он так, более-менее. Так, вот в этом, во втором такте там все понятно, да, с ритмом? Вроде понятно. Разы, два и три и четыре. Это V и на I марта начинается, понимаешь, да? Вот. Теперь это тоже прикол с ритмом. Шесть ударов держится, вот это первое, вот видишь, да? Угу. Все мы тут лигуем, это все к антилену идет. Прик. Вдох, бери. Вдох. Вдох. Только тогда, что я тебе скажу по секрету, что оно даже сложнее, чем Шуберт это произносит. Именно в плане кантиленности, вот это дыхание, вот в этом плане. Технически там больше, например, бомбасов. Но вот оно и тем сложнее, что здесь на кантилену акцент. Ты понял, что такое кантилен, например? Да, да. Так, ну что, давай тогда с этой, то есть на, видите, где после дыхания начинается длинная А, вот эта вот, на шесть этих восьмых. Понял где? Да, да. Так, приготовился, да? И пошли. Так, Миша, давай как бы это, то, что мне слуховые эти галлюцинации. Никаких призвуков. Три, четыре. Берешь много дыхания, и его же, тут же выплескиваешься. То есть так возьми, чтобы желание тебе хватит еще раз петь, понимаешь? Вот так нужно дыханием овладевать. А, а-а, а-у-%. А, а-а-а-а... Ну, ты так заскорузла, ты как-то вяло. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Все. А-а-а-а-а-а-а-а-а... Еще это прислание всего нужно от начала до места расти, именно энергетично. Понимаешь, да? Угу. Вот. Спать тут время нам не дано. Внутри происшествия. Некогда тут спать. 2 такт на последнем акуладе. Вот отсюда. Вот, видишь, какое трудное? Товарное, да? Топорность вот эту, прям больше изящества, изящней. Пластичней, да? Движение. Движение мельник что делает? Жизнь ведёт. Правильно. Так, дальше. Смотри. Кстати, как ты его? Повторял мельник этого? Ну, в этот раз не успевал. Повторяй, повторяй. Мы на уроке не можем всё повторить. Подразумевает, что нам надо новое проходить, материалы куча. Дома всё, находи, на работе. А как хорошо, ты будешь всем настроение поднимать. Пойдёшь... Движение мельник, жизнь ведёт. Движение, да? Представляешь, как все будут дома? Не знаю. Скажут, дебил. Ну, что ты? Наоборот, ведь люди тут же музыкальные. Ну, Питер, они же понимают. Угу. Так. Скажут, да как ты? Ух ты! А я тоже так хочу. Куда? Как ты научился? Ты скажешь, ну, здесь там один человек, который может обучить. Так. Смотри. Дальше? Да, ну ты готов? Дальше пей. Наверное. Начинается самое интересное. Тут осталось не так много. Но зато какие сложные ноты. Ну да. И какие каденции тут. Пошли. Мне спеть ли ты сам будешь сразу петь? Ну, давайте сначала лучше. Ну, давай. Так. Аве, Мария. Аве, Мария. Аве, Мария. Дальше. Самая жесть идёт. Угу. На Фа я не знаю, как ты будешь на неё заходить, Миша. Но, ты, а где тебя слушают, ты на неё зайди. Так. Пошли. Давай от начала. Аве, Мария... ааааааао дайте мне, я сыграл, как ты спел я вижу ты вот и смотри ещё раз все ааааааА мАРИя аelэ МАРИя garn%. Аве Мария, Аве Мария Спешка хороша, как Дамиша, только при ловле блох. В произведении в Аве Марии спешка нам не нужна. Смотри. Да ещё раз. Вот это поддрючим немножко. Аааа, Мария, Аааа, Мария. Давай, мне всё. Спой, спой, спой. Точно красиво. Как по радио ты слушаешь симфонический оркестр Венской оперы. В Вене сам находишься. Вена, столица какой страны?